Выгодно ли иметь свой YouTube-канал и вообще реально ли на нем заработать? Я хочу поделиться с вами реальной схемой, с помощью которой можно честно зарабатывать в столь сложное для нашей страны время. Ссылка на курс дана в описании к этому видео и в прикрепленном комментарии. Империи османов и сифивидов, несмотря на одну веру, ислам, были жесткими противниками на протяжении веков. Особенно обострились их отношения во время правления Селима Грозного, при котором он одержал победу в Челдеранской битве. Тибриз, столица сифивидского государства, была захвачена. А Шах Исмаил I отправил Селиму Грозному в его дворец Топкапы подарок. Этот подарок представлял из себя сундук, инкрустированный драгоценными камнями и обернутый дорогими тканями. Селим попросил слуг открыть сундук. Там также лежали драгоценные камни, но из сундука исходила зловония. Да такое, что все присутствующие позакрывали носы. Оказалось, что на дне сундука находились человеческие фекалии. Это было ужасным оскорблением как самого османского султана, так и всей империи. Тогда Селим Грозный приказал всем подумать, как на это можно ответить. Только очень тонко, чтобы унизить Шаха еще сильнее. И, как ни странно, идея пришла в голову самого султана. Он приказал приготовить в подарок Шаху такой же сундук, украшенный драгоценными камнями. А в него положить самые редкие, вкусные и ароматные деликатесы с ароматом роз, которые производились в Османской империи. А на дно положить записку. Когда Шаху доставили подарок османского султана, он попросил принесшего его гонца самого открыть сундук, все оттуда вытащить и попробовать на вкус. Опасался, что внутри яд. Гонец это сделал с удовольствием. Лакомства были изумительными. Угостились ими все, кто присутствовал при открытии сундука. А Шаху передали записку, в которой было написано «Все подают то, что едят». Вот такой тонкий ответ был от султана Селима Грозного. Редактор субтитров А.Семкин